Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как вы понимаете, в октябре, именно 5 октября, отмечается День Учителя. Дата, которая для многих является, а, профессиональной, потому что, на мой взгляд, каждый человек, который рано или поздно закончил школу, может стать учителем кого-либо, наставником, тренером, инструктором. Кто-то идет дальше по этой профессии и становится педагогом, в том числе в школе, или, например, преподавателем в ВУЗе. Одним словом, люди так устроены, что они должны учить друг друга. Но есть учителя, которые действительно работают исключительно в школе. Это, пожалуй, самый сложный сектор народного образования. И нам приятно, что в эти замечательные праздничные дни для учителей у нас в студии Яна Владимировна Ананьева, учитель начальных классов гимназии номер 56. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите мне, пожалуйста, я знаю, что вы не только участница, но и победительница конкурса «Лучшие учителя», которую Министерство просвещения объявило. Да, это правда. И даже там денежная премия предусмотрена. Вот скажите, вас заставили участвовать в конкурсе, или вы сами приняли в нем участие? В чем заключался этот конкурс? Нет, конечно, никто не заставлял. Школа выбрала меня, гимназия, как лучшего кандидата для участия в этом конкурсе. И как он проходил конкурс? Нужно было какие-то уроки проводить или как? Собирается определенная папка достижений. То есть профайл такой, да, профессиональный? Вы отображаете в этой папке всю свою работу, описываете ее, и потом собранные документы предоставляете вначале директору комиссии, которая в школе отбирает, и дальше уже поднимаемся выше, предоставляем... Я так понимаю, что этот конкурс, он шел несколько этапов, да? Да, он проходит несколько этапов. Вначале это на школьном уровне определяется, затем на муниципальном уровне, ну и так далее, выше, выше, выше. То есть вы прошли все эти стадии, и что же, вы знаете, как вот сейчас президенту приносят папку губернатора, у вас тоже такая папка, да? И в этой папке ваши разработки, ваши какие-то предложения, то, как вы работаете, какие-то графики, табель или что-то. Методические разработки предоставляются обязательно. Описывается воспитательная работа, описывается то, как вы работаете с одаренными детьми, описывается то, как вы работаете с детками, которые отстают, например, в обучении. Вот таким вот образом складывается работа. Ну, приятно всегда слышать, когда учитель, ну, как бы не обращая на это внимания, говорит «детки». Это уже о многом говорит. Я знаю, Яна, что вы из семьи потомственных, как говорят, да, учителей, это так? Да, это так. У меня педагогическая династия. Так. Мама, бабушка, папа, педагоги. Поэтому я наблюдала за тем, как они преподают, за тем, как они учат. И, конечно же, я тоже поступила в педагогический вуз. Вот это очень интересный такой момент. Я сам преподаю в Московском педагогическом госуниверситете. И я прекрасно понимаю и помню, когда я шёл в высшее учебное заведение, первое в своё университет, отношение к педагогам всегда было такое довольно сложное. Ну, особенно, например, в 90-е годы, когда, ну, что ты педагог, ну, ладно, там, стоматолог, да, всё, что с медициной связано. Я не знаю, там, экономистов было много, на юристов шли. А педагог – это как бы, ну, что там, деньги, дети, нервы и так далее. Вот как вы считаете, сегодня профессия педагога, она всё-таки приобретает уже какую-то популярность? Или всё-таки тоже сложности эти остаются? Я думаю, что педагогическая профессия всегда была популярна. Просто нужно понимать, насколько ты любишь эту работу. Если ты вкладываешь в неё душу, если ты занимаешься тем делом, которое тебе нравится, то она будет популярна. Ну, просто, наверное, не каждый может, наверное, быть педагогом. Что должно быть у человека, чтобы... А, он, ну, наверное, любовь к детям должна быть, как мне кажется, то, что напрашивается. А что ещё должно быть, помимо знаний? Вот что было в этой папочке такого, что вас выбрали в лучшую? Почему? Потому что я, например, ну, любой человек сейчас, несмотря на то, что у нас праздничная программа, он прекрасно помнит не всех учителей, а любимых, да? С которыми был какой-то контакт, которые действительно повлияли на его судьбу и влияют по сей день. Вот что должно быть такого в педагоге современности? Чем он должен обладать? Тяжело сказать, чем он должен обладать. Учитель начальных классов должен обладать многими качествами. Во-первых, нервами. Конечно. И многими знаниями обязательно. Поэтому тут выделить что-то одно или несколько невозможно. Ты должен в себе соединять всё. Ты должен давать целостную картину мира. То есть универсальный такой должен быть сотрудник. Ты должен быть универсальным. Быстрым, чётким, универсальным, любящим. Вот такие вот. Но ведь тут очень важно ещё понимать, какие дети приходят сегодня. Ведь всё это зависит ещё от наших взрослых. Дети приходят прекрасные. Прекрасные. Да. Ну, сложные же есть, которые шумные, бузят, ведут себя нехорошо. Их как-то тоже нужно, уж извините за такое слово, окучить, чтобы все занимались делом, чтобы им интересно было, отвлечь от неинтересного. Вот для этого и нужен универсальный учитель, который не видит сложности ни в одном ребёнке, который может сделать для ребёнка удобные условия, в которых ребёнок может обучаться. То есть ему должно быть и интересно, и незаметно для себя он начинает обучаться. Вот я помню, опять же, приходится на себе, мы попали как раз на перелом, всё время были какие-то реформы школьные и так далее. Я знаю, что вы учителя английского языка, в какой-то степени ты вообще меня, нас учили там в четвёртом классе, и учительница была завучем, поэтому с английским языком у меня плохо, мы её редко видели, к сожалению. Вот. А раньше, я помню, как-то всё-таки, вот отличник начинает, да, работать, на него идёт определённая работа, троечник, ну, лишь бы тройку получил и так далее. Можно ли сегодня у ребёнка, как вы говорите, дети все прекрасно, замечательные, попробовать понять, к чему он приспособлен? Вот если он не очень любит математику, но это же не значит, что он не любит там культуру, или ему, может, литература лучше даётся, или он гуманитарий по своему образованию. Это можно в начальных классах уже распознать? Можно, конечно, распознать, но ребёнок должен быть всесторонне развитой личностью, и поэтому ему необходимо изучать даже те предметы, в которых, возможно, у него есть какой-то процент неудачи. Ну вот а как заставить? Не хочу я математику, вот не люблю я писать там условно цифры, я-то люблю цифры, вот а как его заставить? Заинтересовать. Заинтересовать. Какие-то интересные задания дать. Рассказать, для чего это необходимо в жизни. И таким вот образом создать ребёнку интерес. И глядишь, он уже требует от вас, давайте мне ещё задания, дайте мне ещё что-нибудь сделать, да? Может быть и так. А может быть и какое-то время придётся что-то ещё попридумывать для того, чтобы ребёнку понравилось. А ещё я так понимаю, что вот учитель, да, он же работает, ну, длительный срок, да, особенно там начальный класс, они подросли, следующие пришли. Вот вы ещё прекрасно молоды, и у вас ещё такой огромный путь, и будут приходить к вам какие-то уже люди, возрослевшие, говорить, а вы были наши учительницы начальных классов. Я, кстати, вот всех своих учителей помню, я имею в виду классного руководителя, такой человек тоже, который имеет огромное влияние. Вот скажите, пожалуйста, как быстро дети сейчас взрослеют? Говорят, что раньше первый, ну, начальный класс, это совсем были такие детки, вот, а сейчас вроде приходят такие уже возрослевшие, и опять же, зависит от дохода родителей, зависит ещё от каких-то родительских убеждений. Трудно вот работать сейчас с детьми в плане поведения? Нет, совершенно нетрудно. Главная задача, я же говорю, создать определённые условия, создать атмосферу в классе, объяснить ребёнку правильно, как себя вести, что мы находимся в школе, мы должны определённо себя вести, и тогда всё будет хорошо. А вот скажите, была пандемия, был такой сложный период, когда все мы, и педагоги в школах, и преподаватели в вузах, да, по всем мы, да, жили в онлайне, что называется. Как вы считаете, всё-таки онлайн что-то дал, какой-то плюс, или всё-таки ничто не заменит живое общение? Я скажу так, что дистанционное обучение, оно тоже достаточно хорошее. Особенно это очень здорово использовать для детей, которые находятся дома, например, по болезни. По болезни, да. И таким образом мы можем с ребёнком контактировать. И подтягивать его, чтобы он не опоздал. Скайп, Зум, прекрасные приложения для того, чтобы с ребёнком заниматься, и ребёнок не отставал. И вы легкоете, да? Вам зайти, да, провести какой-то онлайн-курс, да, прочитать легко. Но всё равно ничто не заменит личного общения. Конечно, не заменит личного общения. Конечно, мы хотим, чтобы дети посещали школу, видеть их вживую, а не через экран монитора. Давайте ещё поговорим об этом. Вы сказали, что профессия учителя популярна. Мы слышим сегодня всё время от самых разных, скажем так, чиновников самого разного уровня, о каких-то денежных повышениях и так далее, и тому подобное. Можно ли сказать, что сегодня человек, принципиально выучившийся на педагога, он может хорошо зарабатывать, быть хорошим учителем, участвовать в неклассной работе, да, ездить... Ну, то есть уделять детям... Ещё что важно, я помню, это мы всегда очень ценили, я не знаю, как сейчас, но когда явно педагог своё собственное личное время ещё тратит, да, потому что он живёт этим. Вот может сегодня человек, отучившийся в вузе педагогическом, хорошо зарабатывать, радоваться работой, содержать свою семью, своих собственных детей, или надо ещё подрабатывать где-то? Конечно, может. Для этого нужно стараться, работать, повышать свою квалификацию. То есть коэффициенты всякие есть, да, которые помогают? Конечно. И вы будете достойно зарабатывать, содержать свою семью, как вы говорите. То есть можно? Да. Ещё такой вопрос. Существуют всякие, вот вы участвуете, да, в конкурсе и так далее, но до пандемии, наверное, какой-то обмен мнениями существует между учителями Московской области или на уровне государственных, именно на уровне всей федерации, то есть какое-то общение, какие-то встречи, какие-то поездки. Как это проходит? Какой опыт предлагается? Это могут быть семинары, это могут быть курсы повышения квалификации. Такие встречи проводятся очень часто, и педагоги обмениваются своим опытом. Мастер-классы. Мастер-классы есть, да. Открытые уроки, когда школа заявляет, что вы можете, например, приехать к нам и посетить, посмотреть. Подсмотрели что-нибудь? Конечно, подсматриваю. Да, и так потихонечку от всех можно взять и собственный мастер-класс. А ещё вы не проводили мастер-класс? Свой собственный? Как не проводил? Для других преподавателей? Конечно, проводила. Страшно, когда... Нет. Нет? Совершенно. Когда я уверен, да, или уверена, то всё получается. Если ты знаешь хорошо свою работу, если ты умеешь её делать нужным образом, достойно, то тогда тебе ничего не страшно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас сегодня Яна Владимировна Ананьева в гостях, учитель начальных классов гимназии номер 56. И продолжим буквально через некоторое время. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня мы её посвящаем всем учителям. День учителя, октябрь. Несмотря на все сложности, которые, к сожалению, в последнее время нас окружают, учить можно и онлайн, конечно, лучше всего оффлайн, но у всех у нас есть свои педагоги, прежде всего, любимые. В гостях у нас Яна Владимировна Ананьева, учитель начальных классов гимназии номер 56, участница, и я так понимаю, победительница конкурса «Лучшие учителя». И следующий вопрос, который я хотел вам адресовать. Вот понятно, что ваши родители, ваше, так сказать, семейное положение сыграло свою роль, но вы же учились в школе, вы, наверное, следили за другими преподавателями и, наверное, тоже там что-то подсмотрели. Когда вы для себя всё-таки приняли решение, что тоже будете учителем, а не кем-нибудь другим? Я являюсь ученицей школы номер 56. Так. И, закончивши эту школу, я решила поступить в педагогический вуз, а после педагогического вуза я вернулась обратно работать в свою гимназию. В родные стены? Да, в родные стены. У нас прекрасные учителя, и когда ты смотришь на этих прекрасных учителей, то тебе тоже хочется. То есть тоже повлияли как-то на ваш выбор, что вы всё-таки вернётесь? У нас замечательные педагоги и замечательные учителя, которые служат до сих пор для меня примером. Вот что сегодня такое современная школа на примере гимназии номер 56? Потому что я учился ещё в школе, и многие наши телезрители в разных вариациях были. Кто помоложе, кто постарше. Гимназия, лицей. Названий было много. Что сегодня представляет собой ваше учебное заведение? Чем оно отличается от других школ? Отличается педагогами, сильными педагогами, которые могут дать ребёнку достойные знания, которые он принесёт в своей голове всю жизнь. А вот возможности, кабинеты, какие-то условия созданы? Вы имеете материальную базу. И материальную базу, конечно. Нас это интересует. У нас прекрасная школа, которая достойно оснащена интерактивными, медийными устройствами. Поэтому каждый учитель использует в своей работе. Всё, что можно. А вот этот учительский набор понимаешь, что, наверное, это зависит от дирекции. Я сейчас говорю не конкретно про даже вашу гимназию. Тут очень важно собрать педагогический коллектив. Вот это слово «педсовет», которым то пугали нас, то радовали, это люди, которые делают одно общее дело. Понятно, что вы учитель начальных классов, вы такой универсальный педагог, но потом вы подготовите их и передаёте дальше на следующие этапы. Вот где этих учителей находят? Их как, приглашают? Или есть какие-то сайты сейчас, где можно подобрать учителя достойного нашей школы? Или просто кто-то пришёл, принёс свою папочку и говорят, ну, в принципе, ничего, давайте попробуйте, поработайте. А через месяц мы примем решение. Я, к сожалению, не занимаюсь отбором персонала. Для этого есть вышестоящий... Отдел кадров. Да, скажем так. Ну, подразумеваю, что да, так и происходит. Я пришла работать уже давно в эту школу, поэтому меня ждали. Ну, вас знали, конечно. Конечно, знали. И взяли сразу же с большим-большим удовольствием. А как на данный момент проходит отбор кадров, не знаю. Ну, хватает, кстати, в школе преподавателей или есть вакантные места? Хватает, конечно. Хватает, да? То есть нету такой нехватки. В нашем коллективе хотят работать все. Вот. В вашем коллективе хотят работать все. Окей. Извините, английский язык. Скажите, пожалуйста, в чем разница на сегодняшний день российского образования и зарубежного образования? Есть некие практики, которые можно было бы подсмотреть у них и у нас применить? Потому что мы смотрим сейчас разные проекты, которыми нам показывают где-то откровенно очень странные подходы, я имею в виду, взрослых людей к детям, а где-то действительно, на мой взгляд, очень интересные способы преподнесения информации. Существует какой-то контакт между системами образования в мире? Или просто подсмотрели, приняли, или каждый сам по себе? Вы можете открыть просторы интернета и прочитать нужную вам информацию. Ну, вот вы открываете, смотрите, как у других делается. Я читаю иностранные газеты, я читаю иностранные журналы. Я очень много уделяю времени тому, чтобы повысить свою квалификацию, тому, чтобы чему-то научиться у другого педагога. Но российское образование одно из самых лучших и сильных в мире. А почему? Потому что мы развиваем личность со всех сторон. Мы не выбираем отдельные предметы. У нас ребенок обучается всем предметам. А там просто вот увидели, что 2 плюс 2 у него получается складывать. Вот только в направлении математики его дальше и учим. Возможно, и так, да. Ну вот, я не знаю, я бы все предметы, конечно, бы изучал, но вот физкультура мне всегда тяжело давалась. Вот я сейчас знаю, что понятно, в детском возрасте много секций, кружков и так далее. Как сделать уроки интересными? Вот вы уже сказали, что все зависит от учителя, все зависит от его подхода. Но можно ли сего... Я помню, еще в наше время был разговор, давайте отменим домашнее задание. Давайте у нас будет не просто бег, будем сдавать какие-то нормативы, а будут у нас игровые виды спорта. Все очень любили волейбол, играли и так далее. Вот как сегодня сделать так, чтобы ребенку было не только в начальных классах интересно, где это от вас зависит, а когда еще разные учителя, потом надо переходить в разный класс, потом дальше идет в высшее учебное заведение. Просто ко мне приходят же, те, которых вы начинали учить, они приходят ко мне уже на первом курсе. Я вижу, что некоторые просто безумно увлеченные, гораздо лучше, чем мы были на первом курсе. Развиты, что ли, я бы так это сказал. Учиться должно быть модно. Правильно. Но есть очень много, которые какие-то такие пустые. Вот как заметить учитель должен этого пустого ребенка в силу, может быть, его родителей, семьи, чтобы он не пришел пустым в эту взрослую жизнь. Сейчас так тяжело, чтобы хоть что-то у него осталось. Почему эти пробелы есть? Где недорабатываем? Что нужно бы поменять в нашем среднем образовании? Видите, как я глобальный вопрос задаю? Что в среднем образовании можно поменять? Да. Я не думаю, что в нем что-то нужно менять. Я думаю, что нужно уделять больше внимания такому ребенку, как можно больше с ним общаться и пытаться своим примером показать ему, что учиться нужно. Ну, у вас же есть любимчики? Нет. Должны быть. Ни в коем случае. Ну почему? Никогда такого делать нельзя. почему? Никаких любимчиков в классе быть не может. Учитель любит всех детей одинаково. Поэтому у меня такого примера в моей жизни нет. А я всегда думал, что учителя любят, вернее, ну не любят, может быть, запоминают отличников и двоечников. Потому что это два ярких полюса. А средняя масса, она, были классы-то, я правда не знаю, сколько у вас, вы, наверное, сейчас скажете, по 30 человек. Сколько вот? Да, 30 человек. Ну 30 человек. Это же невозможно. Ну кто-то делает лучше, кто-то хочет, особенно, знаете, когда ребенок плохо учился, потом вдруг начинает учиться, да, старается показать себя. Его же как-то нужно ну по голове погладить, сказать, что молодец. А дети сразу реагируют о-о-о. Дети же видят, когда какое-то такое отношение персональное. Я не стараюсь делать такие словесные оценки детям, для того, чтобы не провоцировать других на слова, что у меня есть любимчик в классе. Вы представляете, какая сложная работа, когда даже вот надо сдерживать в себе все эти эмоции, особенно наверняка же мы понимаем, что Яна Владимировна как корректный человек, педагог с большой буквы и победитель, напомню, конкурса «Лучшие учителя», она же нам не расскажет о сложных учениках, которые потом вдруг действительно со временем придут и скажут «Боже мой, как вы мне помогли, а я же так там себя плохо вёл». Это, наверное, самая лучшая оценка, да? Конечно. Каждый ребёнок личность, каждый ребёнок дорог, каждый ребёнок любим, и поэтому выделять кого-то одного не стоит. Как вы относитесь к тому, что, опять же, возвращаясь к новым, к новоцентам, отменить домашнее задание, нужно ли его отменять, или пусть остаётся? Я думаю, что отменять домашнее задание не стоит. Ребёнок должен приходить домой, отдыхать, повторять. И завтра опять в школу. И завтра опять в школу. Ну, соответственно, посещать какие-то кружки, секции. У ребёнка должен быть план, время, его дня. То есть мы уже ребёнка встраиваем некий социум, то есть он должен потихоньку привыкать, потому что если он будет мотаться только по улицам, а родители будут работать и не обращать на него внимания, то просто потеряем его как человека, как личность, как какого-то... Ну, домашние задания только для этого нужны. Домашние задания нужны ещё для того, чтобы ребёнок повторил тот материал, который был пройден на уроке. Теперь мы пришли к самому неприятному вопросу. Знаю, что педагоги его не любят, но я не могу его не адресовать. Понятно, что вы ответите так и считаете нужным, но всё-таки вот сейчас поговаривают, хотят вроде отменить единый государственный экзамен для тех, значит, учеников, которые не будут поступать в высшую учебное заведение. Ну, пока это так вот, да. Вообще вот ЕГЭ, оно сколько существует, вокруг него масса всего происходит. Вам повезло, вы стоите на начальном этапе, когда я имею в виду как учитель начальных классов, вы готовите, но вы считаете, что тестирование в средней школе это действительно правильный метод, или всё-таки нужно вернуться к какому-то контактному способу сдачи экзаменов, чтобы человек принимал, а не машина, или, по крайней мере, 50 на 50 процентов. Потому что очень многие бесятся от этих баллов, и получается, как рассказывают мне мои студенты, что они учатся в этом 11 классе, и у них ещё 4 репетитора. Это же можно с ума сойти. То есть, либо в школе что-то не так, раз 4 репетитора, либо это репетиторы, которые их на баллы пытаются каким-то образом натаскать. Ну, в своё время мы сдавали сочинения, да, помните, писали контрольные работы. ЕГЭ выглядит примерно так же. По русскому языку вы пишете такую часть, которая смотрит... Да, цифрами никак не оцениваете. Да, вы никак это не оцениваете, вы не выбираете ответа. То есть Печорин, он и в Африке Печорин. Ну, конечно. И по математике то же самое, там определённый спектр заданий. Эти части делятся на определённые баллы. Если ребёнок решает полностью всю работу прекрасно, то, соответственно, большое количество баллов. Ну, говорят, что психологически тяжело для ребёнка. Особенно вот сейчас, когда была пандемия, я вот смотрел этих детей, как они идут, как, я не знаю, как на эшафот многие. Не потому, что они не знают. Психологически продумана ли эта система, или, возможно, она будет как-то видоизменяться. И я почему так говорю? Потому что я противник ЕГЭ. Вот, правда. Честное слово. Я думаю, нам в своё время тоже было страшно идти на экзамен. И тоже мы шли как на эшафот. Да. Поэтому... Но мы вышли оттуда, живые и здоровые. И сейчас выходят живые, здоровые, всё хорошо. Я не противник ЕГЭ и не за ЕГЭ. Это определённая выбранная система для того, чтобы... Метод такой, да? Да. Получение оценок. Получение оценок. Получение определённых баллов. Поэтому она прекрасно сложена. И как боялись дети в своё время идти на экзамен, так и бояться и сейчас. То есть это необходимая боязнь, чтобы жизнь мёдом не казалась, да? Возможно, так. Ещё такой вопрос. А вот школа, когда начинается вот период экзамена, это общий такой экзамен для всей школы, да? Когда детки выходят, и это касается и начальных классов, и профилированных педагогов, конечно же, дирекции и так далее. Вот идёт ЕГЭ, да? По результатам ЕГЭ видно, как работает конкретная школа. Это трудный период для всех учителей, для всего педагогического коллектива? Конечно, трудный. Когда дети нашей гимназии сдают эти экзамены, мы волнуемся не меньше, не меньше боимся того, что они что-то не сдадут или не получат каких-то определённых баллов. Каждый переживает за свой предмет, за свой класс. То есть, если можно было, за всех бы ходили сдавать? Да, за всех бы ходили сдавать. Конечно. Самое последнее. А вы помните свою учительницу начальных классов? Расскажите о ней. У меня был прекрасный педагог, наимушный Татьяна Алексеевна. Сейчас мы работаем в одной школе вместе. Она для меня была потрясающим примером. Я её безумно любила и всегда хотела быть на неё похожа. Получается? Возможно, да. А что она сейчас говорит? Что я молодец, и я её гордость. Она была на ваших занятиях? Посмотрела, как вы работаете? Да, была. Не раз. Это здорово. Посмотрела, как работаю. Вот видите, как у нас всё. Круг, как говорится, замкнулся. Конкурс лучшего учителя, победительница конкурса лучшего учителя Министерства просвещения, который проводился по очень такой сложной схеме. Надеюсь, что и денежное поощрение вы уже получили. И я считаю, что учителям, когда и есть возможность, всегда нужно и зарплату повышать, и поощрять их, потому что, поверьте, работа очень сложная. Яна Владимировна Ананьева, в вашем лице мы поздравляем всех учителей, с днём учителя. Сложный период мы, судя по всему, начинаем входить. Но, тем не менее, учёба никогда не останавливается. Вам желаем хороших учеников, чтобы они приходили вам так через десятилетие, говорили только тёплые слова. Яна Ананьева, учитель начальных классов гимназии номер 56. Это была программа «Открытый диалог». Всех педагогов с днём учителя и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова